Задняя правая дверь Волги, потому что это Волга. Соответственно, и это Волга. То есть рубашка менялась полностью. Именно по диагонали, потому что дверь задняя, а открываются они в противоход. Чтобы сообразить, о чём говорит Сергей Мусаилов, даже опытному судье приходится хорошенько задуматься. Задняя дверь от Волги вместо передней открывается наоборот и стоит на запорожце. Этот горбатый рушит все стереотипы. Пять лет назад был автохламом, теперь стильная штучка. В этой машине осталось только родных два боковых стекла задних. По оценке экспертов и прочих судей, 98,8% в этой машине абсолютно переделано. Этого горбатого в классе тюнинг отечественного авто сложно переплюнуть. Только судейство занимает почти час времени. Запорожец собран из восьми разных машин. Может бегать 130 километров в час. Такого старичка лепчане ещё не видели. Надо работать, так сказать, над своей машиной. Нижний Вартовск, Омск, Нижний Новгород, Краснодар, Казань. По номерам здесь можно изучать географию России. От советского зима до современного кадиллака. Около полусотни участников. Это тюнинг, класс моторшоу ретро. И номинация у нас так называемая «Бест». Это лучший участник моторшоу, который наибольший вызывает эмоции. Когда заднее стекло отплясывают в такт музыки, значит машина претендует на победу в номинации «Автозвук». В каждой двери аж по 14 динамиков, плюс два сабвуфера. Дмитрий Поляков уверен, его «восьмёрка» самая громкая среди отечественных. Звуковое давление где-то примерно 157 дБ. Это примерно взлёт реактивного самолёта на расстоянии 50 метров. Взлёт реактивного самолёта судьи оценили. Липецкая «восьмёрка» взяла два кубка. Кубок моторшоу за тюнинг отечественных авто отправился в Осетию. Лучшей машиной фестиваля стала ростовская «Шевроле Камара». А лучшим ретро-представителем шоу признали советскую копию американского «Форда» 32-го года прошлого века из Липецка. Оксана Корабельникова, Вадим Капанчук, ТВК Новости.